Владимир Путин обратился к жителям Белгородской области, которая уже неделю страдает от обстрелов. Беспилотники атаковали город Энгельс, из которого вылетают российские бомбардировщики для обстрелов Украины, а в Харькове после ракетного удара под завалами ищут людей. Это итоги 20 марта от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. Начнем с ситуации на территории России, где уже неделю в приграничных областях достаточно неспокойно. Белгород и населенные пункты вблизи него теперь, как и соседняя Донецкая область Украины, практически ежедневно оказываются под обстрелом. За минувшие сутки, по сообщениям от российских телеграм-каналов, один человек в Белгороде погиб и еще двое получили ранения. Поврежден при этом детский сад и несколько машин. Под обстрелом также были населенные пункты Теткино и Разумное. О последствиях там информации нет. В свою очередь, Минобороны России отчиталось о сбитии одного беспилотника над Белгородской областью, обломки которого, видимо, и нанесли урон в областном центре. Спустя неделю обстрелов дождались россияне реакции высшего руководства страны. Тут стоит сразу сказать, что, судя по публикациям в соцсетях жителей Белгородской области, молчание Путина и Шойгу относительно ситуации очень беспокоило. И они читали только сухие сводки от Минобороны, которые с реальностью не вязались. Так вот, сегодня Владимир Путин наконец-то обратился к белгородцам. Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других погораничных регионов. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать. Также Путин обвинил в обстрелах российских территорий Украину и заявил, что РФ могла бы нанести ответный удар по гражданской инфраструктуре, но у Кремля есть некий свой план, которого он придерживается. Вслед за Путиным появился в информационном пространстве и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Тот отчитался о якобы неудачной попытке украинских войск захватить населенные пункты в Белгородской и Курской областях. Все атаки противника были успешно отражены. Он отброшен за пределы российской территории. Тем временем Российский добровольческий корпус, Легион Свобода России, а также Сибирский батальон, которые и проводят рейд на территорию РФ, обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с призывом об эвакуации гражданского населения. Наши удары по военным целям усиливаются, обстрелы региона фактически не прекращаются. Люди продолжают страдать и гибнуть. Жертвы среди мирного населения исключительно на совести администрации, которая препятствует эвакуации людей. На данный момент в Белгородской области объявлена обязательная эвакуация только для детей. На въезде в 7 населенных пунктов Грайворонского района будут установлены блокпосты и закрыт въезд. Доступ будет разрешен только тем, кто возвращается для ухода за скотом. Город Энгельс в Саратовской области России сегодня также подвергся атаке беспилотников. Он находится в глубоком тылу. До него от границы с Украиной почти 700 километров. И там расположена авиабаза воздушно-космических сил РФ «Энгельс-2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Пострадавших и разрушений в Энгельсе от атаки минувшей ночью нет, так заявили местные власти. А Минобороны РФ отчиталось о сбитии четырех беспилотников самолетного типа над Саратовской областью. Предварительно есть информация, что за атакой на российский Энгельс может стоять украинская разведка. Об этом издании «Украинская правда» сообщил источник из ведомства. Беспилотный дрон «Камикадзе» украинского производства «Лютый» прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена. Издание «Радио Свобода» изучило спутниковые снимки. И по их информации, накануне атаки на аэродроме в Энгельсе находились 11 самолетов. 9 из которых – бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. 12 раз за минувшие сутки Донецкая область подверглась обстрелам со стороны России. Порядка 30 жилых домов повреждены в Лиманской, Солидарской и Часовьярской громадах. В поселке Нью-Йорк ранен один человек. Видимо, так, по мнению Путина, выглядит не отвечать ударами по гражданскому населению. Тысячи мирных жителей продолжают оставаться при фронтовых городах Донецкой области. В частности, в Часовьяре, который ежедневно обстреливается россиянами, до сих пор живет 790 человек. На оккупированной территории Донецкой области в Горловке с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет на машину службы такси. Водитель получил ранение, а автомобиль – серьезные повреждения. Пять человек погибли сегодня в Харькове от российского ракетного удара по некому производственному предприятию. Еще семерных жителей ранены. Это данные на момент выпуска видео. На месте начался пожар, здание частично разрушено. Под завалами все еще ищут людей. По предварительной информации, их может быть порядка девяти. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят с понедельника по пятницу на нашем YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. А за короткими информационными роликами заходите в наш TikTok. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok